друзья всем привет на связи александр янюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка неделя подходит концу давайте посмотрим что интересного было за эту торговую неделю начнем с американского доллара сегодня выйдут данные по рынку труда предварительные данные вышли не очень не очень до рынок труда начинает уже подтормаживать и здесь интересный момент с открытым интересом что в момент установления нового локального максимума у нас открытый интерес не вырос это один из первых признаков того что тенденция выдыхается судя по свежим сот отчетам мы видим что фонды продолжили накапливать свою лонговую позицию по этому инструменту хеджеры свою очередь больше шерты уходит но в целом мы видим что особого огромного какого-то прироста лонговой позиции здесь нету достаточно много покупают в максимум судя по кумулятивной дельте да и так посвященной дайте вы видите что в основном больше было покупок продажи если были то они не такие существенные но здесь важный нюанс как раз вот в этом открытом интересе то что он при установлении максимума снизился и на текущий момент находится ниже своих локальных экстремумов хотя хотя инструмент обновил свой локальный максимум таким образом это первый звоночек в пользу того что у нас произойдет краткосрочная смена тенденции здесь важной областью является область откуда выталкивали прямо рыночные покупатели я считаю что это вот последняя попытка покупателей установить новый максимум закрепиться выше уровня объема за сентябрь 22 года о котором мы говорили в понедельник что он с большей вероятностью не выстоит и здесь вот интересным моментом будет как раз прохождение этой области я считаю что если цену пустят ниже отметки 106 то с высокой вероятностью мы увидим пробой этой отметки конечно новости они могут на это все сильно повлиять но в целом закрепление ниже области 106 откроет нам дорогу как раз вниз и в среднесрочной перспективе это может привести к более глубокой коррекции с установлением нового минимума за текущие фьючерсные контракты здесь и уровень объема за июнь 22 года в виде поддержки будет выступать потенциалом этим триггером где будет смысл частично фиксировать свою позицию европейская валюта пользуется слабостью американского доллара мы видели добой со стороны продавцов до такую агрессивную продажу которая не привела к успеху это все на локальных минимумах то есть пробились ниже установили новый минимум окей но вот здесь очень агрессивно включились лимитные покупатели они принимали все предложение которое было в рынке вы видите что вначале были существенные покупки а дальше прям задавили очень сильно продажами которые не привели к успеху то есть лимитные покупатели не использовали негативное настроение на рынке для того чтобы нарастить хорошую позицию за короткий промежуток времени фонды продолжают работать по направлению нисходящей тенденции они начинают они продолжают накапливать шортовую позицию сокращать свою лонговую позицию и это хорошо для хеджеров которые накапливают лонговые вот я считаю что момент что текущая ситуация до закрепления выше уровня объема который на текущий момент выступает поддержкой был ранее сопротивлением то есть закрепление выше этой области это как раз хороший момент для того чтобы поработать на разворот по этому инструменту это не какой-то там глобальный разворот так как глобальные формируется в момент образования дисбаланса в монетарной политике на текущий момент евро имеет больше шансов на рост нежели на снижение так как пресс свою ставку не изменили а и и cb свою ставку подняли таким образом это небольшой позитив для европейской валюты в среднесрочной перспективе я считаю что этим есть смысл воспользоваться еще и топлива для ланга есть это у нас шортовая позиция фондов поэтому на следующей неделе будет смысл как раз посмотреть на сот отчеты что делали фонды они продолжили накапливать свою шортовую позицию в минимум если да то это хороший признак того что у нас планируется разворот также хочу отметить то что открытый интерес в момент установления новых минимумов он не вырос то есть это говорит нам о том что у участников рынка нету желания нету интереса поддерживать текущую нисходящую траекторию удерживать шортовые позиции швейцарский франк плюс-минус та же история только здесь как вы видите открытый интерес продолжает расти и это говорит нам о том что участники рынка верят в дальнейшую слабость швейцарского франка фонды как вы видите они возобновили свою шортовую позицию хеджеры плавно накапливают лонги но то что хеджеры плавно накапливает лонги это может длиться длительный промежуток времени да они могут не сетками это все дело наша задача таких ситуациях после такого такие трендов таких движений и после того как мы видим что фонды наращивают лонговую позицию дождаться момента контратаки покупателей, то есть наша задача дождаться реализации предложения, когда в минимум много продают, это не приводит к успеху и дальше на небольших покупках выталкивают цену выше основных продаж. На текущий момент вот эта ситуация нам близка к хорошей, но не такая прям супер, так как продаж здесь видите не было очень много, то есть минимум продавали, но не так чтобы прям вау продавали, поэтому я бы эту ситуацию пропустил, лонг идею можно отработать как раз на европейской валюте, так как там чуть больше факторов в пользу продолжения вот этого разворота. Дальше у нас австралийский доллар, банк Австралии принимал решение по процентной ставке, ставку не подняли, 4.1 как было так и оставили в целом, рынок немного это разочаровало и вот этот красивый пинбарчик, который у нас был в районе локального максимума вот в этой области, которая на текущий момент выступает сопротивлением, да невидимое такое сопротивление, цену туда заталкивают на покупках и дальше просто включаются рыночные продажи, которые выталкивают с этой области. Я считаю, что по австралийскому доллару реакция была более чем негативная, да то есть ставку не подняли, но не по той причине, что все очень плохо, ее необходимо было поднимать. Нет, банк взял паузу на то, чтобы посмотреть новые статистические данные, ведь они выравниваются. PMI вышли, они вышли хорошие, да, они вышли с повышения, то есть экономическая активность она начинает подниматься. Инфляция, базовая инфляция, корр инфляция, она так сильно не растет, она до сих пор в нисходящем тренде. Вот, соответственно, ожидания рынка по поводу того, что инфляция взорвется, они пока что остаются ожиданиями. И то, что на решение поставки и после решения поставки цену так нормально провалили, я считаю, что это овер реакция рынка и, соответственно, эта овер реакция приведет к тому, что цену обратно вернут к вот этой области, к области баланса, потому что основной промежуток времени цена находится как раз вот плюс-минус на этой отметке, чуть выше 0.64.5. Вот как раз туда и с большей вероятностью будет возврат. Судя по открытому интересу, он плавненько у нас снижается. Фонды начали сокращать свою шортовую позицию. Давайте мы посмотрим агрегированные данные. Вот, фонды начали сокращать свою лонговую позицию, шортовую, извините, шортовую позицию. Вот, что уже говорит нам о том, что дополнительное топливо для движения цены вверх, оно остается, оно есть точнее, потому что закрытие шортов это чаще всего это лонг на рынке, да, в любом случае это лонг на рынке, либо лимитной, лимитной покупкой закрывают шорты, либо маркет покупка. В данном случае у нас и то, и другое. То есть мы видим, что на провалах пытались подставлять лимиты, принимать эти продажи, рыночные продажи принимать в лимитные покупки, а лимитные покупки закрывают шорт участников. Вот, и точно так же начали откупать для того, чтобы с большей вероятностью зафиксировать свои шортовые позиции, ведь открытый интерес снижается. То есть инерции в рынке становится меньше, двигать цену вниз будет сложнее. Здесь есть смысл искать точки разворота. По новозеландскому доллару аналогичная ситуация, но как мы видим, новозеландец чувствует себя значительно сильнее, так как не устанавливал свои локальные минимумы, не проваливался ниже минимума прошлого фьючерсного контракта, то есть чувствует себя окей. И последние продажи, которые не приводят к успеху, это тоже признак того, что в рынке есть лимитный покупатель, который поддерживает цену. Открытый интерес остается стабильным, с большей вероятностью этот открытый интерес формируется как раз в лонг, потому что цена потихонечку поднималась и устанавливала новые максимумы, и в это время открытый интерес прирастал. То есть участники рынка наращивали с большей вероятностью, наращивали лонговую позицию. Я считаю, что здесь есть смысл продолжать использовать лонг-идею с целью достижения уровня и объема. Вот эта область, которая на текущий момент отличное видимое сопротивление, она будет пробита, так как это видимое сопротивление. Многие будут пробовать еще разочек от него заширтить, и вот эти свежие ширты, они как раз и будут выступать топливом. Наша задача при подходе к этой области рассмотреть на младшем таймфрейме дивергенцию кумулятивных тельт. Если она там будет, если по объему будут пытаться продавать, количество будут выкупать, то это будет хорошая возможность для того, чтобы поработать на пробой этой области. С большей вероятностью будет хорошее импульсное движение. Кстати, Банк Новой Зеландии тоже ставку не поднял. 5.5 как было, так и оставили на месте. Но как вы видите, здесь такой реакции не было. Такой прям негативной реакции. Хотя тоже падал, но это межрыночные связи, это корреляция. Канадский доллар провалился существенно. Открытый интерес на падающем рынке продолжил снижаться. Я большую часть позиции лонговой своей сократил, так как у нас лонг-приоритет по сутоиндексу, он формировался еще вот здесь. План, наверное, накапливал позицию. Часть сбросил, но, к сожалению, что не так много сбросил. Рассчитывал на чуть больше соотношения. И вот, как вы видите, цену существенно провалили ниже предыдущего минимума за фьючерсный контракт. На текущий момент у нас достаточно интересная ситуация, так как очень много покупают, а цена при этом не растет. Она еще и падала. То есть это лимитное сопротивление, причем очень-очень жесткое. После таких ситуаций, после вот такого захода объема, чаще всего происходит ситуация, когда выносят, у нас появляются продажи, и вот тогда у нас появляется хорошая возможность для лонга. То есть это реализация предложения в рынок, когда участники рынка фиксируют свои лонги с убытком на минимумах. Другие покупатели, в том числе маркетмейкер, принимают эту позицию. Ну и дальше они заинтересованы в том, чтобы двигать цену, способствовать движению цены вверх. Не двигать, просто способствовать. Поэтому здесь хорошим моментом для входа как раз будет момент установления минимума, выход с топовой ликвидности. Это можно на младших таймфреймах по HFT увидеть, и тогда уже движение вверх. Дальше у нас британский фунт, который, в принципе, вроде как тоже нащупал свой минимум, но открытый интерес мы видим, что здесь остается достаточно высоким. Наша задача дождаться момента, если весь рынок пойдет, вот как мы до этого говорили, то есть американский доллар чуть провалится, европейская валюта чуть вырастет, то в это время с большей вероятностью британский фунт тоже установит свой локальный максимум, обновит свой локальный максимум вот этот. И в момент установления мы должны увидеть падение открытого интереса, потому что шорты должны начать выходить. Тогда будет хорошая возможность прокатиться вверх. Если такой ситуации не произойдет, то с большей вероятностью мы как раз и увидим, что после установления этого максимума открытый интерес остается стабильным, и дальше уже, конечно, поход дальше по направлению тенденции. Фунды здесь достаточно агрессивно накапливают шортовую позицию. Чаще всего вот такие агрессивные действия, они происходят в моменты близко к развороту, так как они слишком уверены в падении британского фунта. В целом, если вы помните, то по британскому фунту мы еще вот здесь говорили о том, что оптимистичные цели, это, конечно, достижение отметки 1,2, что это тот уровень, исторический уровень, где было накоплено существенное объемы, и на текущий момент до конца года с большей вероятностью этот уровень будет магнитом для цены, так как цена пошла, ну, кто-то накопил лонг, цена пошла, они начинают продавать, они же тем самым двигают цену вниз, правильно, и включаются новые продавцы, и, соответственно, реакция цены на выход этого лонгового объема первого, она будет значительно больше, вот, соответственно, к отметке 1,2, ну, достигнуть отметку 1,2 не будет составлять никакой сложности. Если фонды начнут сокращать свою лонговую позицию, это мы увидим после установления свою шортовую позицию, это мы увидим после установления нового локального максимума, этот момент будет хорошим моментом для присоединения к среднесрочной лонговой позиции. Пока среднесрочно здесь я не вижу смысла заходить в шорт, это только разве что спекулятивно вот этой области пытаться поймать вот этот первый импульс. Почему шорт стратегически, стратегичные шорты сейчас неинтересны? Так как потенциал хода остается супер маленьким, да, то есть достигнуть отметку 1,2 это 200 пунктов, а достигнуть обратно отметку, там, 1,27 это уже, хоп, и 500 пунктов. Соответственно, риск-ревард здесь несоизмерим. По японской идее торговых идей нет, нефть проваливается существенно, я, к сожалению, не следил за новостями, что там интересного такого происходит, возможно, действительно что-то кардинально поменялось, но в целом в ближайшее время, с понедельника, я планирую больше уделить этому внимание, так как планирую возобновлять лонговую позицию. Здесь существенно провалилась цена, и здесь можно уже и стратегически подходить к этому вопросу в плане набора лонговой позиции на снижение. По поводу PMI, то, что я заметил, практически во всех странах PMI в промышленности подросли, да, они ниже отметки 50, это не очень хорошо, но они растут, они в зеленой зоне, вот, соответственно, это плюсик для рынка нефти, это первое. Второе, то, что у Китая сейчас каникулы, ну, это как раз и могло повлиять на ценообразование, хотя участники рынка понимают, должны вроде как понимать, что после выхода из каникул спрос продолжится. Вот, также есть высокие шансы, что все покупали на ожиданиях, что экономика начнет оживать, возобновляться, и вот сейчас экономика во всем мире начинает оживать, и, соответственно, идея выполнена, пора фиксироваться, вот, то есть не дожидаться самого факта того, что экономика разворачивается и уже развивается, все круто, а дождаться просто момента, что начало это делать, так как ожидания были довести эту торговую идею до начала возобновления экономики, восстановления экономики. Вот, на текущий момент я вижу смысл провести чуть больше анализа. Фонды находятся по-прежнему в лонгах, здесь все ок, но вопрос, будут ли они находиться в этих лонгах после того, как цена просядет ниже отметки, там, 78, к примеру, да. Вот, к понедельнику посмотрю, почитаю, что там интересного происходило, за счет чего такое снижение, и можно будет принять решение набирать позицию лонговую или нет, потому что в целом, с технической точки зрения, здесь очень высокие шансы на возврат цены к середине вот этого импульса, да, классика, так как маркетмейкеры набрали существенную лонговую позицию, они своими объемами будут способствовать движению цены, небольшому отскоку цены, чтобы разгрузить свои лонги, вот, но, но если там фундаментально что-то сильно поменялось, то не стоит прыгать в этот паровоз. По золоту у меня пока торговых идей нет, облигации дают чуть лучше, дают все лучше и лучше доходность, соответственно, точнее не так, последнюю за эту неделю доходность облигаций 10 лет поднялась к отметке 4,57, 4,65, что-то такое, вот, соответственно, текущая доходность, она более интересна, чем удержание золота, вот, поэтому я считаю, что здесь как раз и прошла волна фиксации прибыли и фиксации актива, который на текущий момент не приносит ничего, не защищает от инфляции потенциальной, так как ее нет, она снижается, эта инфляция, а доходность облигации очень сладкая, чтобы ее зафиксировать на ближайшие 10 лет. Так, по пшеничке существенный провал ниже поддержек, здесь мы видим и реализацию предложения небольшую, ну, как небольшую, существенную реализацию предложения, да, с большей вероятностью у нас будет более глубокий откат, я большую часть позиции лонговую прикрыл, но часть оставил, так как импульс был существенным, быстрым, ну, и после таких провалов чаще всего происходит минимум возврат, и вот этот возврат на текущий момент происходит, таким образом на часть объема чуть меньше убытка получается, вот, у нас был лонг приоритет по сотый индексу, пока что он себя не отработал, пока что он и не перевернулся в противоположную сторону, но цена существенно пришла здесь, ну, лично в моей торговой идее я не рассчитывал на такое глубокое падение, моя ошибка, лично моя, за нее я заплатил, заплатил, если бы расширить диапазон, да, чуть меньше жадности добавить, поменьше объемом и заходить, но риск при этом тот же самый, но, соответственно, стоп был бы подальше, и плавность набора была бы, больше плавности в наборе было, тогда можно было и до сих пор сидеть в этой позиции, но только часть объема осталась, окей, по пшенице пока торговых идей нет, на вот этой реализации предложения было бы круто начинать лонговую позицию, те, кто сделали это, молодцы, респект, дождались момента реализации предложения в минимум, это прям, это, ну, то, что не может большинство, вот, те, кто воспользовались этой возможностью, прям, супер, очень рад, так, дальше у нас, дальше у нас, медь, по миде, волны продолжаются, да, то есть, оп, вышли, я уверен, что где-то в ближайшее время вот такая история будет, здесь тоже можно будет выйти, то есть, идея торговая остается в силе, момент восстановления экономики, спрос на медь вырастет существенно, соответственно, и есть смысл просто использовать гридовую стратегию, сеточную стратегию, да, то есть, момент ухода от средней цены, грубо говоря, вниз, это повод того, чтобы начинать накапливать позицию, здесь я использую не среднюю цену, а эффективную цену по сототчетам, да, то есть, вот в этом диапазоне, чаще всего существенно вырастал открытый интерес, и существенно вырастали, расходилась разница в позициях фондовых хеджеров, соответственно, эта область лично для меня считается чуть лучше, чем просто средняя цена, вот, поэтому я работаю от нее, от нее вниз ушли, я накопил лонги, к ней пришли, часть большую, часть сбросил, часть оставил, на тот случай, что ух, угран будет, так, на рынке крипты особо сильно ничего не меняется, пока просто боковик, здесь есть, появляются шансы на то, что цену смогут вытащить повыше, отметки 28, но вот 13 числа будет решение SEC по поводу ETF, спотового ETF, посмотрим, что там будет интересного, если действительно этот ETF запустят, то, конечно, для крипты это хороший, хороший повод подрасти, вот, но тотального какого-то разворота, булрана, пока нет, денежная масса так сильно не растет, агрегаты M2 должны прям взорваться, чтобы крипта тоже взорвалась, так, газ приятно удивил, но я в этом не участвовал, серебро вместе с золотом, и посмотрите, вот вы только посмотрите на ваше домашнее задание, накиньте график золота и серебра, и посмотрите, как золото ушло, и спустя некоторое время серебро, мы вместе, давай я тоже, и серебро начало просто догонять, вот, такие догонялки, что евро швейцарский франк, что австралийс, новозеландия, что золото, серебро, что нефть, мазут, они отлично работают, когда мейн актив уходит, более весомый, более важный актив уходит, а ведомый актив еще стоит на месте, это неплохая возможность поработать на догонялке по этому спреду, так, фондовые индексы, по фондовым индексам, как вы видите, слабость продолжается, я считаю, что эта слабость уже близится к концу, что вот осталось совсем чуть-чуть, соответственно, есть смысл покидать шертовые позиции, вот, то, о чем мы с вами говорили, вот мы отмечали вот эти области, здесь больше всего объема было наторговано, да, здесь хорошие возможности были для того, чтобы накопить и шертовую позицию среднесрочную, и спекулятивную, без разницы, на текущий момент уже и по таймингу мы подходим к сезону отчетности, соответственно, участники рынка уже не будут так агрессивно продавать, уже и финансовый год закончился, соответственно, ребалансировки уже произведены, поэтому дальнейших факторов для снижения цены остается не так много, да, потенциальный шатдаун в Штатах, окей, там некоторые компании чувствуют себя плохо за счет того, что накопили большой долг, или сейчас процентные ставки по долгам достаточно высокие, но, но это не те факторы, которые прям могут еще дальше укатывать фондовые индексы, поэтому я считаю, что есть смысл покидать шорты, лонги пока рано, но уже первые признаки этого есть, смотрите, у нас достаточно существенные продажи проходили, да, мы это видим и по кумулятивной дельте, и в целом мы видим, что вот здесь существенно продавали, но это не привело к снижению цены, да, это привело к тому, что даже день закрыли выше основного объема, и на текущий момент торгуемся повыше, поэтому я считаю, что это первые признаки, что близится, ну, но локальный минимум, с которого можно будет покупать, это еще не он точно, но это как минимум признак того, что есть смысл покинуть шортовую позицию, лонг позиция будет ближе как раз к сезонной отчетности, вот там на волатильности, на турбулентности можно будет и выцепить как раз хорошую цену для входа, Рассел, Насдак, та же история, она тогда же, вот как вы видите, чуть сильнее себя чувствует, по спредам, Австралия спротив швейцарца, пока стоит на месте, пока ничего интересного не происходит, фондовые индексы тоже особо сильно не разошлись, пока здесь все ок, и Австралийцы против Новозеландца чуть-чуть разошлись еще больше, но как только появится точка спреда, можно будет как раз заходить на сближение, и она появится вот прям возможно даже сегодня, в момент установления по Новозеландцу нового максимума, Австралия достаточно далеко от своего локального максимума, и поэтому можно будет использовать эту точку спреда для начала работы на сближение. Всем спасибо за внимание, хороших вам выходных, и до встречи в понедельник!